Подобно обезьяне, прыгающей с дерева на дерево, обусловленная душа прыгает из одного тела в другое. Охотник ловит обезьян и сажает в клетку, откуда ему же не вырваться. И точно так же душа, соблазнившись мимолетными половыми наслаждениями, развивает в себе привязанность к различным материальным телам и попадает в клетку семейной жизни. В семейной жизни у нее бывают праздники, мгновения, когда она наслаждается сексом. Так обусловленная душа теряет всякую возможность освободиться из материального плена. В Шимад Бхагавтам 11.9.29 сказано, вишаяк, халу, серватак, сьям. Удовлетворять потребности тела, есть, спать, укупляться и защищаться, можно в любой форме жизни. В этих стихах говорится, что обезьяны, манеры, очень похотливы. У каждого самца обезьяны не меньше двух десятков жен, и он прыгает за ними с дерева на дерево. Поймав самку, он тут же спаривается с ней. Таким образом, главное занятие обезьян – это прыгать с дерева на дерево и совокупляться со своими женами. И то же самое делают все обусловленные души. Они переселяются из одного тела в другое и вступают в половые отношения. Увлекшись этим, они совершенно забывают, как вырваться из сетей нетерянной жизни. Охотники ловят обезьяны и продают докторам, чтобы те пересаживали обезьяне половые железы другим человекоподобным обезьянам. Люди идут на такую пересадку органов, чтобы восстановить свою половую потенцию и платят за это докторам огромную сумму. Омахдан-цима-нхаси-а-генан-джи-нашалак-ры, чакшу-рум-вилитавнина-тасмай-шри-бурэлян-амхам. Встречи-тай-нам-ану-ки-штаван-стапи-тай-там-ьяна-бутвы. С ваэм-ру-пах-катам-ах-нам-дадатис-вапинан-дискан. Еще раз перевод текстом. Подобно обезьяне, прыгающей с дерева на дерево, обусловленная душа прыгает из одного тела в другое. Охотник ловит обезьян и сажает в клетку, откуда ему женируется. И точно так же душа, соблазнившись мимолетными половыми наслаждениями, развивает в себе привязанность к различным материальным телам и попадает в клетку семейной жизни. В семейной жизни у нее бывают праздники, мгновения, когда она наслаждается сексом. Так обусловленная душа теряет всякую возможность освободиться из натурального плена. Песня 5 глава 14 текст 32 Итак, здесь Шимад Бхага указывает на то, каким образом живое существо обрекает себя на различные страдания, порожденные желанием чувственных наслаждений. То есть здесь идет сравнение с обезьянами, но на самом деле здесь имеется в виду все любые виды чувственных наслаждений, из которых самое сильное это сексуальное отношение. То есть если человек не учится контролировать свои чувства, контроль чувств осуществляется в том, что он занимает свои чувства в служении господину чувству. То есть чувства невозможно просто отбросить, как делают мои вади, имперсоналисты. То есть невозможно просто отказаться от этих чувств и сказать, я больше не буду есть, я больше не буду спать. Шимад Бхага сказал в одной лекции, что мы не можем отказаться, но от секса мы можем отказаться. Шимад Бхага говорит, от этого сразу можно отказаться. Он говорил, что сразу мы не можем отказаться от всех этих вещей, от еды, сна. Но сексуальные отношения, они с самого начала не нужны. Их можно сразу отбросить, что мы можем услышать от каких-то проповедников, что это не нужно, что это не нужно, мучить себя. Но в действительности Ачария, он говорит по-другому и показывает пример нам другие Ачария и Бхагистан. Раз это такое, вообще никогда не вступает в отношения. То есть в этом нет никакой необходимости, потребности. Самое сильное отношение, которое очень сильно человека на телесную платформу ставит. И отождествление себя с тем телом, а также отождествление себя с этими обязанностями и все прочее. То есть в рабство просто попадает человек. И здесь как бы Бхагава там не смехается на том, что попав в этот Капхан, что есть праздники также в Капхане. Это те мгновения, которые живое существо испытывает в половых наслаждениях. То есть живое существо просто запутывается, не понимает в чем цель жизни. Думает, что цель жизни это в том, чтобы просто всеиминутные какие-то наслаждения получить. Которые на самом деле никогда не дают умиротворения, никогда не дают умиротворения. То есть всегда эти чувственные наслаждения, они все время как огонь. То есть если их потворство тянут, то они требуют еще больше, еще больше. Поэтому мы видим различные виды извращенные формы, чувственные наслаждения. Потому что люди не удовлетворяются, только лишателям, они пытаются всевозможными восхищрениями. Так живое существо запущено, сходят с ума и в конечном итоге пока они живут самоубийством, не найдя никакого выхода из этой ситуации. Теряя таковысловно душа, теряя всякую возможность сбавиться с интиментами тайны. Зубр пооткрывается, он не говорит, что у каждого самца не менее двух десятков жены. То есть это различные формы чувственного наслаждения. От одного к другому, от одного к другому. От языка к слуху, к обонянию, к сезанию, к созерцанию. Все эти чувства они требуют наслаждения. Но, хотя для обусловленной жизни живого существа это является болезненным состоянием, когда он отрывает свои чувства от того, чтобы наслаждать их, но использует эти чувства для того, чтобы наслаждать чувства Кришны. И это может быть болезненным показаться, наверное, вначале. Потому что очень много лет мы привыкли это делать, и много жизней на самом деле. Не только лет. И эта привычка, это обелажа, это желание действовать независимо. Оно укоренилось, корни далеко упустило. И теперь нам это нужно поменять. Это не так просто сделать. Но в Веркаль приходит распочитание и дает такой процесс, благодаря которому это легко сделать. То есть легко сделать это означает, что это не то, что будет, не нужно будет усилия прилагать. То есть иногда люди думают, что когда им говорят о славе прихода Господа Читания в Калинигу, они как бы думают, что все само собой произойдет. То есть мне не надо никаких усилий прилагать. Господь Читания уже пришел, и я могу делать, что хочу, все равно я приду к совершенству. Но это не так. Господь Читания дает процесс. То есть Он не дает просто какую-то мистику, благодаря которой живое существо достигнет совершенства. Я не прилагаю никаких усилий, ничего не делаю. Нет. Господь Читания, Он проливает милость. Это самое. Намо махао да я, Кришна. Пронять. Кришна, Кришна чей-то. Не надо мне говорить. Кришна маха. Это самое уминственное воплощение Господа Кришны. То есть Сам Господь Кришна. Но Его милость заключается в том, что Он дает нам процесс. В частности, процесс, который описывает Шристи и Саи Бриндау. О, это нам не нравится. Люди могут сказать, о, это нам не нравится. Ограничение правил нам не нравится. Нам нравится думать о том, что просто Господь Читания проливает на всех свою милость. Мы можем просто воспевать, танцевать, отбросив все внешние представления. Сама тоже можем танцевать или еще как-то там, пренебрегая правилам предписания. Но нет. Господь Читания лично уполномочил Шристи и Саи Бриндау написать Священное Писание. В том, чтобы достичь совершенства дороги. В частности, Шилару Касами в Падышамрите. Первое, что Он делает, это Он обозначает те вещи, которые являются препятствием на пути предного служения. Шатбир Бхактир Винашити. Разрушительными являются. Это что такое? Атяхара Праяса Шча Праджал Панья Магаха. Джана Санга Чалавля Мшча Шатбир Бхактир Винашити. То есть Атяхара, переедание или накопление. Раяса, усилия, чрезмерные прилагаемые. Праджал Панья Магаха. То есть разговоры, когда человеку необходимо накапливать много, ему необходимо говорить об этих вещах, все время медитировать на них. Праджал Панья Магаха. То есть исследование даже религиозным принципами для достижения материального блага. Одно из значений создана Ния Магаха. Джана Санга, общение с непредными. Лаунием, жаждой. Жаждой, чувственных наслаждений. То есть эти все вещи необходимо избегать. И поэтому нам необходимо учиться контролировать свои чувства. Которые начинают с контроля языка. Кушают только остатки пищи, предложенные Господу. Господь принимает от своих преданных. Хорошо. Когда он говорит по трампу Шпампалам таям Явне Бхахтья. Это означает с любовью. То есть я принимаю то, что предают мне с любовью. Любовь, это выражается в том, что он строго следует правилам предписания. в этом любовь, если он не строго следует для тех, кто серьезно хочет прогрессировать сознание, потому что он должен вкушать остатки пищи по сути приготовленными, предными которые не сходят с этого пути и ни разу вообще не нарушают принципы вообще, то есть бывает такое, что преданный оступается из-за слабости из-за грехов прошлых то есть он склонен к тому, чтобы нарушать принципы ну так или иначе, то есть не то, что он нарушает но такая тенденция есть, что он может хоп и нарушить следовало 2 года, 3 года хоп и нарушил принцип просто и вот в этом случае это для тех, кто строго следует, это вообще является принимать пищу приготовленную от таких преданных является падением, по сути говоря то есть принимая такую пищу вот то человеку очень трудно будет ему нужно будет всегда усилия прилагать в том, чтобы бороться с вожделением с камой вот это очень затрудняет то есть процесс пока еще обусловленный душ поэтому мы должны быть очень избирательны в том, от кого мы пищу принимаем таким образом мы будем контролировать контроль языка осуществлять и позитивная сторона, что мы будем прогрессировать очень быстро то есть если мы будем принимать пищу, которые не нарушали ни разу принципы вообще регулирующих строго следовало строго следовало не пропускают 16 кругов 4 револирующие принципы не нарушали не только в том, чтобы грубо нарушить в частности 4 револирующие принципы гибромачалия это очень актуальная тема но даже не смотреть ну то есть порнофильмы ничего такого то есть это также является нарушением недоборующих принципов тогда человек будет очень быстро прогрессировать у него очень будет желание он будет не уклонен к нему будет легко ну то есть очень просто будет продвигаться ну то есть относительно конечно усилия все равно нужно будет прилагать всегда бороться с умом обуздывать в любом случае это будет нужно делать но по крайней мере то есть это не будет сопряжено с очень сильными поворотами то есть когда машина ездит на большой скорости то есть Санкт-Киртен это большая скорость то есть по сравнению книг это огромная скорость 200 км, 300 км в час на скоростной машине вот и когда на такой скоростной машине ты на такой скорости поворачиваешь редкие повороты то есть вероятность того что улетит в кувет машина вот и точно так же я помню как я ну в марафоне это распространяли интенсивно очень по многу-многу книг вот и ели пищу в общем приготовленную непонятно кем ну как бы ну нам как бы говорили что это преданное как бы все такое ну может это были не иницированные даже преданные а может быть они не следовали в сайте регулирующие принципы вот и вообще очень тяжело было бы устоять когда чтобы в аварию не пропасть чтобы в кувет машина не улетела то есть очень много усилий приходилось прикладывать вот но поэтому мы должны очень строги быть в этом отношении ну марафон конечно это может быть такое вот такие испытания но в общем и целом мы не должны думать что мы сможем как бы вот это все переварить вот санкхиртами яйви все сгорит это просата вот правильно часто любят друг друга я думаю не просата не просата но просата в разных вариантов то есть ей адхамам пропаден ты там с татхайвабаджайнага мамы вартмани вартанты манушим сарбах в общем я от рамы пропаден ты насколько мне предается человек настолько я вознаграждаю вот насколько мы предаемся следуем прям всем настолько крышно вознаграждаю то есть не так что все едино все одинаково поэтому нам необходимо обучение проходить и это обучение займет приличное время но опять же говорю что если если мы оденем спортивный костюм нам легче гораздо будет бежать чем бежать в банках или в телогрейке то есть точно так же если мы будем серьезно отношения от кого мы пищу принимаем то нам будет легче продвинуться другим 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 человеком то есть ловушка мая через чувственное наслаждение ловит живое существо через язык через вкус через запах через слух через глаза через через заседание ограничение живое существо попадает в рабство от материальной энергии поэтому процесс отчаяния Легким, еще раз подчеркну, легким не означает, что все само собой будет. Зачастую люди, когда приходят в духовную организацию, в духовное движение, не думают, что все теперь, раз это духовное, значит, это все должно само собой проявить. Нет. Кришна, Он всегда оставляет выбор за женщину, даже Арджуни, Он оставил выбор. Когда я рассказал ему Бхага Бриду, Он сказал, ты можешь сам теперь выбирать, как пожелаешь, что ты будешь делать, сам выбирай. Я тебе рассказал. Если хочешь, еще раз расскажу. Поэтому легко означает, что легко по отношению к тем, кто пытается чувство своей бросить, имперсоналисты, суровые дьяни, которые отрицают вообще любые чувства, то есть восприятия этого мира, они говорят, это мая. Но уж они пропадают, они не могут, потому что живое существо, оно хочет Ананда, Ананда, мая, биосад, то есть оно по природе своей хочет наслаждаться. Поэтому даже в имперсоналии Брауна, все они в гости, попадая, они обратно падают и начинают еще больше чувственной деятельностью заниматься, то есть открывать больницу и погружаться в чувственные наслаждения, по сути. Поэтому не вариант отбросить это, но важно заместить на служение. Харе Кришна, будем продолжать, стараться, прилагать усилия, насколько это возможно. Поминкай, если не чувствуя. Служение у Господина чувств. Вопросы, комментарии. Вопросы, комментарии. «Я мусульманин, я по-станузски недостойный вообще в вашем курсе». Они говорят, что я прохожу на него. То есть они находятся на таком уровне, который там помощает, там шить с вами. И они говорят, что я недостойный, например, находиться в вашем обществе. Я там в корпаже, там все. Ну и понятно, что они достойны находиться. Но у них такое настроение. И когда преданным говорят, что я преданным, то есть преданным не скажут, что я преданным. Он не может тщить себе, что я преданным, не можем все что-то делать. Я выше всех этих глаз нашим. Он говорит, что я как кулейщик, он с маленьким дёрстом там, молча в углах. То есть вообще не делаем всего глаз нашим. На самом деле это даже не смирение, а это просто о виде. То есть человек, он не понимает. У него целый букет желаний наслаждаться в материальном мире. А он просто, ну, говорит, я преданным. То есть преданным это означает на шочете, на канкшете. То есть уровень освобождения. Богордит это описывает четко. То есть у такого человека нет желаний больше, кроме как заниматься прямыми ангами преданным служением. То есть они говорят иногда, мы занимаемся преданным служением. Но вы ещё и другими вещами занимаетесь помимо. А уровень преданного это на шочете, на канкшете. То есть у него нет желания, он не скорбит ни о чём. То есть таким образом мы можем легко определить, кто является преданным. То есть они просто, ну, ну, фактически они оправдывают желание чувственных наслаждений своих. Но и также это о виде, то есть это невежество. Они просто не знают священных писаний по факту. То есть зачастую они думают, мы предные, мы там с 90-х годов предные. Ну, нужно посмотреть, во-первых, как вы практиковали преданное служение. То есть, да. То есть не то, что ваши заслуги, там вы два года книги распространялись с 90-х годов там или два, или три года там. Вот, а теперь вы уже вообще никакого отношения не имеете к этому, то есть к служению. Шулбурпан нам обозначил все аги тоже так же. То есть он для нас это всё адаптировал. Чем мы должны заниматься харинамом, распространение книг и распространение просады в храмах. То есть не где-то там раздавать пищу бомжам. Он где-то шулбурпан, где такую программу не устанавливал. Вот, а он установил, что просад, да, раздаём просад в храме. Когда люди приходят, они слышат о Кришне, видят изображение Кришны, слышат, как вредные воспринимают святые имена. Вот в этом случае мы кормим просады. Это наша миссия. Кормить людей просады. А не в том, чтобы выносить, выезжать куда-то там, раздавать там. А сколько придумал вообще? А? Кто-то такую тему придумал? Да. Это придумано всё. Есть семинар. Чайбайт с вами. Пищи для смерти мощи мощи. Где он развенчивает все эти вещи. Но до России до сих пор это не дошло, не доходит. Хотя он уже переведёт. До сих пор у нас думают, что пища жизни – это служение. Это вообще никакое не служение. То есть они просто хотят славы, почёта. И раздают эту пищу, открывают благотворительную организацию, которая даже вообще к Кришне не относится никак. А к тому же, на самом деле, все руководители этой организации они вообще уже на предыдущем похожи. Там с бородами, там без шик. Вообще они как бы просто… И таким образом они там деньги также отмывают, наверняка. Ну то есть, один из руководителей там на мощной машине, в джапаре там ездит. Если бы было в этом, то же они прогрессировали? Как? Если бы они прогрессировали, если бы были в этом, то же. Да, они просто… То есть, поэтому это невежество просто. То есть… Вообще невежество. Они просто думают, что они… Ну… В каком-то… Какой-то процент соотношения они занялись, регулируя практика преданного служения. В какой-то процент. То есть, это они… То есть, говорится, что любовь к Кришне, древнейшая в каждом живом существе, она пробудиться может, благодаря тому, что… Крития садья, бавет садья, бава са сада на беда. То есть, человек полностью занимает себя регулируемой практикой преданного служения. То есть, полностью… Не означает там… Ну, я на 50% регулируемой практикой преданного служения займусь, и тогда я пробужу кого-то, да? Нет. Полностью необходимо это делать. И вот, находясь на такой платформе, как бы… То есть, начав там практику регулированную, ну, такое… Шалтай-болтай, как так сказать, да? То есть… Человек будет прогрессировать, конечно, но в год по чайной ложке просто… То есть… 20 лет такой практики они, как бы, ну… Один шаг всего лишь дадут тебе, как бы… Какого-то прогресса, наверное. То есть… Тогда уж пуском они продавали, чтобы посадить. Да. Ну, они хотят, чтобы это… Они же хотят поборником религии быть. Они хотят, чтобы так и так было. Чтобы оттуда деньги были, оттуда… Чё, мне удобно же. Я и с религиозной организацией буду пожертвования собирать. И ещё откуда-нибудь. У меня же благотворительная организация. И также это преданное служение. Поэтому и оттуда, и оттуда, чтобы было. И там, чтобы меня прославляли, как… Мощного человека религиозного. Тоже… Старшего преданного, пока у меня есть. За выслугу лет, потом мне ещё погоны давали бы. Чтобы и GBC ответственный по регионам там. Вот. И таким образом я ещё больше разверну, как бы, деятельность. Вот. А потом обеспечу себе старость. Вот. Куплю дома. Там себя будет. И буду наслаждаться просто. Я женюсь потом ещё на молодой жене. Девушке какой-нибудь. Вот. Старую кобылу-то брошу. Оставлю, где-нибудь из России. Это. Замерзать. Вот. Дети-то уже выросли. Я смотрю. Че. Вот. Молоденькую какую-нибудь. И буду наслаждаться жизнью. И потом, на самом деле, такие поборники религии, они отправляются в ад. Их ждёт ещё большее наказание, чем те, кто просто наслаждался. Не скрывая этого. То есть. Описан. Помню, дальше будет описано в адские планеты, да? То есть там, как говорится о том, что такие люди, они ещё хуже. То есть. Положение имеют. То есть. Ещё хуже ситуация. Потому что они выдавали за истину то, что не нравится кому. Они ещё говорят преданные. Потому что они в прошлой жизни тендерные. Они сейчас проявились в плату обществе. Большинство, ну, такие люди и есть, на самом деле. Действительно, есть. Большинство, как видите, как и я, которые бегают по хорошее по веткам. Бегают, бегают по падали, что они не бегают по веткам. Давайте мы вас обреем, короче. Вот хоть где день, эти книги вам помышлены, но мы себе, как и по этим веткам, ну, с книжками, короче. И, по сути, так и есть, на самом деле. Это обязательно. То есть, обязательно. Объединопродукты. Такие какие-то, как я говорил, на животное. Что нет такого, что реально. Все, кто в нашем движении, сели, сели, вот эти. Меня зовут Денина. И они уже, долго-долго к этому шли. Пропаду спросили. Я говорю, пропаду. Значит, мы опрощенную посудку на сегодня. Разгружились в сегодняшнее положение. Он говорит, нет. Я вам благодарю. Да. Я вам благодарю. Да. А другой раз, когда у меня спрашивали, как вы даете таким людям посвящение? Я не людям, но я живут, но даю посвящение. Поэтому мы еще больше, понимая это, мы еще большую серьезность должны направить на то, чтобы очиститься по как можно скорее. Занимаясь регулированной практикой преданного служения, еще больше понимать, насколько наше положение печален, а не то, что вот когда мы слышали там преданного то-то, и когда он говорит так, что он думает, что это он про себя говорит. Они говорят, преданного нет, никаких желаний, кроме желания удовлетворить Кришну. Тогда зачем ты действуешь в угоду своими чувствами? Почему твоя деятельность не показывает, почему твоя практика не показывает того, о чем ты говоришь? Как не показывает? Да это потребности тела, это не учитывается. Вот так говорят крестьяне. На самом деле это отклонение в Иисусской. То есть когда они говорят, я говорю, почему вы не следуете наставлениям Иисусской? Стань, убей, едите мясо, там все. Они говорят, да это просто потребности тела. Я говорю, это не при любодействии, вы занимаетесь. Это тоже, это просто, ну, вы не то говорите вообще. Мы любой Богу для нас важны. А это просто потребности, я захотел, ты сделал. Все это, это не так важно, это вообще не имеет значения. И вот они точно так же. И потребности тела просто есть у нас разные там. Вот. Все. Грантараш, шимай багу, киньки джай. Шимпрокопан, джай. Самая табакка, киньки джай. И тая голая, кемана.